Вы знаете, кто это? Марк Чепмен. Нет. Марк Чепмен – это убийца Леннона. Он убил Леннона 40 лет назад. 40 лет назад он сидит, ему дали пожизненное. И вот через 40 лет он пишет вот что, очень интересно, в «Вдове Леннона Йокоона» он пишет так. «Я убил его, потому что он был очень, очень, очень знаменит. Это единственная причина. А я очень, 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 очень сильно искал личной славы. И я думал о себе. Это было крайне эгоистическое деяние. Я хочу извиниться перед Оно за ту боль, которую я ей причинил. Я думаю об этом все время. Меня вот интересует, как получается так, что вот это вот стремление, как он пишет, четыре раза очень прославиться, оно над всем, над жизнью, смертью. Но это самое легкое. Самый легкий способ прославиться. Потому что он работает над тем, что заработал другой. Леннон поднялся настолько, что он действительно известен всем, всеми почитаем и так далее. А этот в один момент просто взял, нажал на этот самый и все, и убил. И за одну секунду завоевал такую же известность. А как же его жизнь? Ведь все дальше, дальше пожизненная. Ну, если бы он продолжал быть тем, кто он был, то ничего бы с него бы не стало. А так он известен везде. Ох, какое в нас эго. Какая все-таки в нем вечность, а? Конечно. То есть вот это вот прославиться, оно выше всего. Даже не слава, вы говорите, а быть на той же... Он поднялся на его ступень. То есть он не прикладывая усилий, таких, знаете, таланта, ничего, он встал на его ступень. Это естественное желание человека? Это желание какого человека вообще? Каждого или все-таки это особое? Нет, нет, нет. Это особая личность, которая просто не может, не понимает, не находит никакой иной способ что-то сделать с собой, приподнять себя над всеми, как вот таким вот особым методом. Я его понимаю. Да? Ну, конечно, понимаю. А что же еще он может сделать, если в нем говорит, вот голос такой в нем, что он должен, должен, ну, хотя бы быть таким, как Ленун. Если бы у этого человека все-таки прорвалась какая-то мысль о смысле жизни, то он бы этот поступок же не сделал бы, правильно? Ну, конечно, нет. Ради чего отдавать жизнь? Вот этот вопрос. Конечно. Ради чего отдавать? Чтобы сидеть 40 лет? Смысл-то какой? То есть на самом деле человечеству не хватает такой лучка света маленького, да? По большому счету? Да. В этом темном царстве, да? Да. Я думаю, что постепенно, постепенно мы продолбаем эту тупость. А вот что стоит Творцу чуть подсветить? Вот чуть-чуть подсветить? Нельзя. Он не имеет права. Творец не имеет права. Вы уже от него, как бы говорите, не имеет права. Не имеет права. Нет. Иначе он нарушит этот основной закон природы, что эгоизм противоположен, полностью противоположен ему. А что он дает, этот закон природы? Что человек может стать равным Творцу в конце своего исправления. А иначе не станет. А, то есть так он подавит его, да? То есть так человек побежит за этим лучиком и будет все время бежать за ним. Да, и в общем-то, ну, достигнет чего-то там посреди, но стать равным Творцу, свободным в своих проявлениях, избрать свободным выбором именно подобие Творцу и достичь подобия Творцу вопреки всем проблемам, именно вопреки всем проблемам, став самостоятельным. То есть еще один образ Творца. Сделай из всех законов и свойств мироздания. Вот что должен сделать человек. Если Творец-то сделает, то нет никакого смысла. Он не имеет права ни на йоту что-то изменить в этих условиях. То есть сейчас, по вашим словам, можно так сказать, что сейчас наступит еще полная чернота через какое-то время? Да, естественно. Самая большая тьма, она наступит перед последним исправлением. Перед подъемом? Да, мы еще этого не видели. То есть это еще не окончательно? Нет, нет. Это будет всеобщее озверение. Подъем, как сказано, всех народов мира на народ Израиля и так далее. В общем, это ужасные вещи. Вы говорите вот слово «ужасный», вы говорите «всеобщее озверение», и все равно у вас какая-то внутренняя не то что радость, а... У меня радость, потому что это необходимый этап, который мы должны пройти, и мы его можем пройти очень хорошо, выставив против тьмы свет. И тогда, действительно, это будет очень великий скачок вперед. То есть что человечество должно будет сделать, если оно сейчас почувствует полный хаос, полную тьму? Ну, до этого мы должны дорасти. Не раскроется полный хаос и тьма, если у нас не будет, с другой стороны, возможности проявить свет. То есть Творец дает только то, что мы можем перенести? Конечно, конечно. То есть мы сможем это перенести и встать с колен? Ну, вот сейчас, пока это, видишь, тянется, тянется, тянется. Чем больше мы будем рассказывать миру о том, кто и что он такое, то быстрее будут проблемы, и быстрее мы их решим. А зачем же вы тогда все время говорите, чтобы мир одумался? Тогда не надо ему одумываться, пускай его доведут уже до тьмы, до полной. Вот таким образом это ведут. Если мы будем больше знать, нас быстрее доведут. Но пройти мы это обязаны.